Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я замужем, второй брак, от первого брака два сына, муж пил, пил и бил, я ушла от него. Второй муж был хорошим, но выпить сразу становится другим, грубым. Он очень ревнивый, даже к родственникам ревнует. У него не было детей вообще, думал, сейчас забери меня, он успокоится. Да нет, как только забеременело, он начал сомневаться, что это не мой ребенок. Я ему никогда такого повода даже не давала, да и он от меня ни на шаг не отходит, когда я успею изменить. Были случаи, что при таком моем положении он поднимал руки пьяные, когда призвел меня, винил и себя тоже, просил прощения. Родился сын, два месяца прошло, только он опять начал. Теперь сын мне удар, и он в первый раз на сына моего от первого брака руку поднял. Понимая, что я должна уйти, что он уже не изменится, ему говорит, что это он все против, меня выворачивает. Потом говорит, что я виновата. Что делать? Кругом в долгах он, я все равно его поддерживаю, но говорит, что это он меня кормит, что я с ним только из-за денег. Были бы они у него, тоже молчало бы, пожалуйста, помогите, как мне поступить с ним, очень больно за детей, что они будут видеть и вернуть потом, какими уйти от него, то ли желко, то ли любовь, не знаю. Ну, я бы хотел здесь обратить ваше внимание на несколько вещей. Во-первых, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович вам довольно лаконично и четко, на мой взгляд, ответил на вопрос. Действительно, речь идет о сценарии, действительно, вам бы задуматься о том, что вы выбираете мужчин, как-то вот, тех, которые пьют и вас бьют. Я бы не сказал, что это случайность, я бы сказал, что это система, а, соответственно, что-то в вашем поведении притягивает к вам именно таких мужчин. Я думаю, что притягивает их то, что вы, притягивает их то, точнее, как, как, вы к себе относитесь. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вы к себе относитесь не очень хорошо. То есть, на мой взгляд, вы относитесь к себе, ну, вот, крайне, я бы сказал, негативно, негативно, вот, есть у меня. Такое предположение, что вы склонны пренебрегать своими чувствами. Есть у меня такое предположение, что вы склонны отворачиваться от своих эмоций, от своих переживаний. Есть у меня ощущение, что у вас есть трудности с личными границами, вот. Есть у меня ощущение, ну, как бы, что, возможно, вы боитесь, одиночество боится, боитесь. Боитесь, боитесь достаться одна, боитесь самостоятельно не справиться. Вот, есть у меня такое чувство. И, на мой взгляд, с этим в первую очередь вам нужно работать. Если вы, конечно, ну, вообще хотите, да, если вы вообще хотите, если вы готовы над собой работать. То есть работать именно вот со своими личными границами, с самооценкой, со страхами, ну, вашими страхами. Потому что это вас, конечно же, тянет, тянет назад. Ну, как мне, как мне это видеть, как мне это видеть, конечно. Сейчас, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии. Именно с ним, вот, именно с ним, я бы, конечно, сказал, что сделать особо ничего нельзя. Потому что человек привык вести себя определенным образом. по отношению к вам. И вряд ли. В ближайшее время, прямо, готов будет, ну, меняться. То есть, изменений, его, я бы не, ну, я бы не ждал сейчас. А, в общем, бы, конечно, сосредоточился бы и на себе. И спросил, ну, как бы, себя, а чего я вообще хочу? Ну, я, вот, я, вот, я, я сама, я сама, чего, чего вообще хочу. Я бы, наверное, наверно, 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 вот, ответил бы, так, на вопрос, который. Ну, на вопрос, который вы задаете. Здесь. Вот. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, если, если вы позволяете, ну, вот, ну, вот, по отношению к себе, мужчине так вести, то, возможно, к этому есть какие-то предпосылки. Вот. Только нужно понять, какие. Наверное, в первую очередь имеет смысл в как, ну, как-то вот немножечко отказаться, что ли, несколько от идеи жалости, то есть вот то, что вам его жаль. Потому что ничего хорошего жалость вам не даст от слова совсем. Вообще, жалость – это такая история, которая, как мне кажется, довольно-таки сильно человека обесценивает, вот. Может быть, это тоже является в какой-то степени проблемой, что вы, ну, человека жалеете. Вот. То есть, как бы, если так, ну, подумать, да, если так вот, что вы можете размыслить, может быть, то, простите, а, ну, за что его жалеет? Ну, ваша склонность к жалости имеет для вас какое-то значение. То есть, это, это вам нужно для чего-то человека жалеет? Хотелось бы только понять, для чего. Хотелось бы увидеть, как вы приходите к жалости, если вы говорите, что вы его любите. В принципе, я готов вам поверить, но тогда возникает такой момент. вы же говорите, что когда он выпьет, то становится другим, становится грубым. Это ваши слова. Понимаете, вся штука, как мне кажется, в том, что если если бы вы его любили, ну, вот как вы говорите, да, что вы его любите, вот. Если бы вы его любили, то вы бы его принимали бы таким, как он есть. А у вас, на мой взгляд, с этим есть как раз таки определенные, сложности. То есть, у вас есть сложности с тем, чтобы его принимать, в том числе, грубым. И я не считаю, что вы должны его принимать грубым. Я думаю, что вам нужно просто признать, признать то, что не совсем сейчас речь идет о любви. А скорее речь идет о другом, о чем-то. И все. Просто отделить вам нужно, условно говоря, то, что вы чувствуете к нему сами, да, и то, что вы в какой-то степени чувствуете к себе. Это совершенно не одно и то же. Абсолютно разные вещи. Вот это. А сейчас вы, как мне кажется, ну, в общем-то мешаете все в одну кучу. Вот. Получится ли из этого что-то хорошее? Нет. Никогда не получается. Дальше. Вы пишете о том, что у него не было детей. Я думала, что, значит, сейчас ребенка наш разжил, да, и он успокоится. Вот тоже такой, как мне кажется, довольно интересный момент. Почему вы решили, почему вы пощипали, что когда у вас появятся дети, он успокоится? Почему вы так вот подумали, с чего вы, с чего вы так решили? Вот. Я очень хотел бы это, очень хотел бы это понять. Ну, просто вот, в данном случае, в данном случае понять вашу логику. Вы же как-то к этому пришли, я полагаю. Было бы очень здорово увидеть, как вы к этому пришли. Вот. Потому что, пока что для меня это ускользяет. Вот. Ну, в целом, я думаю, что с ним ничего пока что делать не нужно. Вот. А если вы разберетесь в себе, да, просто вот, ну, хотя бы вот находясь с ним в отношениях, вот, если вы разберетесь просто вот в себе, этого, в принципе, уже будет достаточно и уже, а, будет неплохо для начала. Может быть, и расставаться, расходиться не придется, если вы свою модель поведения будете озвучивать. А, вообще, здесь, таким вот, я бы сказал, отдельным несколько пунктом идет аспект, связанный с тем, говорите ли вы своему мужу о том, чего вы хотите. Ну, вообще. То есть, ну, как бы, есть ли у вас вот такой опыт, опыт того, чтобы говорить о своих потребностях, о своих желаниях человеку. Потому что, если такого опыта у вас нет, а у меня есть ощущение, что такого опыта у вас нет, то, конечно, в этом смысле, достаточно у нас. Ооо, на что-то. Серьезные проблемы намечаются в таком, ну, ну, в таком случае. Понимаете, понимаете, да? Как бы, то есть, тут вот, ну, такие нюансы имеют быть. А, вот, то, что я хотел бы до вас донести сейчас, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. То есть, вы вроде бы говорите о том, что о детях вы беспокоитесь, да? Вроде бы вы говорите о том, что, ну, вот, что дети, дети вас тревожат, вроде как, ну, вот, с одной стороны. Вы так говорите. Но, с другой стороны, с другой стороны, это не останавливает вас от того, чтобы, ну, продолжать находиться в отношениях человек. Поэтому, давайте, как-то вот, хотя бы, для начала, да, хотя бы, разберёмся с тем, какова ваша позиция. Ну, вообще, вот, ваша позиция. В целом, какая. Вот. На мой взгляд, это было бы неплохим, так скажем, стартом. Дальше уже, можно было бы, о чём поговорить, дальше уже можно было бы, ну, вот, в определённую сторону двигаться, как мне кажется сейчас, с точки зрения, опять же, психологии, психотерапии. Вот. И, конечно, отдельным пунктом идёт, если у вас у самой, да, какие-то страхи, если у вас у самой какие-то сомнения относительно себя, да, то есть, вот, ну, верите ли вы в себя или, наоборот, больше не верите, вот, это тоже очень важный момент. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать одна с собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Всё. Всё.